Экология души. На Ямале проходят 30-е лапцуевские чтения. В этом году мероприятия приурочены к году экологии в России. В рамках юбилейных чтений в автономном округе с 16 февраля по 21 апреля проводится традиционный окружной открытый конкурс чтецов. Во всех образовательных учреждениях, в том числе и в Ямальском районе, ко дню рождения янинского поэта Леонида Лапцуя проводятся отборочные туры. Вот уже несколько дней в школе-библиотеке собираются все, кто неравнодушен к творчеству ямальских писателей. Говори ей мысленно спасибо, словно мать родную уважай. Отчая земля, леса и недра, я всю жизнь перед тобой в долгу. Ты всегда мне помогала щедро, чем тебе сегодня помогу. Конечно, я думаю, этот конкурс очень необходим. Вот почему он пользуется популярностью. В нем участвуют дети как коренного населения, так и дети, которые здесь живут, может быть, не с первых дней своей жизни. Но, тем не менее, они с удовольствием читают стихи о Ямале, потому что это их малая родина. И это стихи не только Леонида Лапцуя, то есть он как бы вот такая вот точка отправная. Они читают стихи местных поэтов, и это стихи о родине, это патриотический конкурс. В этом году Леониду Васильевичу исполнилось бы 88 лет. Родился поэт 28 февраля в семье оленевода, недалеко от поселка Новый Порт. Всю свою жизнь и творчество Леонид Лапцуй посвятил родной земле. Его колоритные произведения рассказывают о жизни в суровом арктическом регионе. Школьный этап конкурса всегда очный, в нем принимают участие все желающие. После подведения итогов на школьном уровне победители сделают видеозапись своих выступлений. Далее эти работы рассмотрят на муниципальном и региональном этапах конкурса. Продолжение следует...